Захария Мы прошли впереди него Нас было пятеро Мы залезли на дерево И спрятавшись, ждали его там Издалека мы увидели приближающийся факел И по мере приближения к нам Его свет становился все больше и больше Как только он вошел под дерево Мы набросились на него Он плакал Он кричал Мы сломали ему руку Мы сломали ему ногу Он истекал кровью И поскольку он начал кричать И просить о помощи Я засунул ему руку в рот Чтобы из него не издавалось ни звука Это было похоже на то, когда вы забиваете овцу Понимаете, она просто дрожит Остальные его били И я был очень горд Потому что ты действительно делаешь что-то для Аллаха Ты хочешь доставить ему удовольствие Друг Захария Больше не смог дышать И мы больше не слышали его голос И мы оставили его в лесу Между жизнью и смертью Мы вернулись домой Умылись и помолились А Захария так и не вернулся Больше я его никогда не видел Я родился и вырос в очень, очень фанатичной мусульманской семье Когда я был ребенком Отец привел меня в школу Для изучения Корана Мне было всего 8 лет Когда мой отец отдал меня туда Они побрили мне голову Мы сели в круг Шейх сел в середине круга И у него была очень длинная плеть И я должен был учить Коран наизусть При каждой сделанной ошибке Эта плеть будет попадать вам прямо в голову Вам не разрешают плакать Потому что в нашей культуре вам говорят Что мужчины никогда не плачут Но я плакал каждую ночь Они говорили мне Что я принадлежу к исламской умме И поэтому вы боретесь за это И вы остаетесь верным этому Я начал ненавидеть людей Ненавидеть всех Кто не мусульманин И особенно я ненавидел евреев И я готовился пойти И сражаться за Аллаха в джихаде Но каждую ночь Когда я ложился спать И мы выключали свет Я не знал, что будет со мной завтра Если я умру Мой двоюродный брат Был тяжело болен Врачи сказали ему Он умрет Ему дали всего пару дней И однажды пришли Два человека Христиане копты Один из них хотел меня приветствовать Но потом я увидел, что у него крест И я отдернул свою руку Я сказал, что я не собираюсь касаться креста своей рукой Потом он им сказал Мы слышали, что этот ребенок болен Мы хотели бы помолиться за него И только из вежливости я сказал им Хорошо Они начали разговаривать с Богом Как человек, говорящий со своим другом Они сказали, Боже, пожалуйста Исцели этого ребенка В ту минуту, когда они сказали «Аминь» Этот ребенок впервые за четыре недели открыл глаза Он начал двигать руками Он начал говорить Он сел на свою кровать И потом пошел И один из них, которые молились, сел со мной и сказал мне «Знаешь что? Настоящее чудо в том, что Бог хочет изменить твое сердце Ты веришь, что Иисус жив?» Я ответил ему «Да, конечно», потому что согласно исламской традиции Бог взял его на небеса И он жив, и однажды он вернется И он сказал мне «Поскольку он жив, ты можешь с ним поговорить» И это изменило всю мою жизнь Когда я начал читать священные писания Никому не нужно было меня убеждать любить еврейский народ Единственный способ для мусульман полюбить евреев Это встретить Иисуса, Ишуа Я любил свою семью Я любил своего отца Я любил свою мать и любил мое общество И когда я решил последовать за Иисусом Мой дед и мой отец сказали мне «Ты больше не один из нас» Они устроили похороны Пригласили друзей и семью На кладбище принесли гроб И сказали «Наш сын мертв» Меня объявили мертвым, без семьи Я сказал Богу «Где ты?» И я услышал голос, который проговорил ко мне «Ты знаешь, что могила, на которой было написано твое имя Ты знаешь, что эта могила пуста И знаешь, что моя могила тоже пуста Позже, после многих лет я впервые выехал в Египет Я оказался на пастырской конференции И один из пасторов из Судана подошел ко мне Это был пожилой человек с седыми волосами И он начал говорить со мной Спросил меня «Откуда ты?» Я рассказал ему свою историю И он заплакал Я спросил его потом «Почему ты плачешь?» И он сказал мне «Ты не помнишь меня?» Меня зовут Захария И вдруг я вспомнил о нем Последний раз я видел его той темной ночью Я вспомнил его, как он кричал Это было 25 лет назад Я увидел его сломанные руки Сломанные ноги Я увидел его шрамы, которые я нанес ему Мне стало очень стыдно Я был плохим человеком, да Я был ужасным Захария снова посмотрел мне Прямо в глаза И сказал мне «Я сир, потому что ты так сильно меня ненавидел» Я всегда молился за тебя Он открыл свою Библию И как только он открыл свою Библию Я увидел, что мое имя Было написано на первой странице Я ненавидел его А он молился за меня В этот день Бог предстал передо мной И он сказал мне «Еще до того, как ты начал думать обо мне Я думал о тебе Чтобы любить ненавидящих вас Вам нужен кто-то по имени Иисус Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok